Новосибирская филармония Я на сцене Новосибирской филармонии нахожусь всего 20 лет. В этом году так совпало, что и юбилей филармонии, и мой юбилей, так сказать, они совместились. Это не специально, конечно. Ну что, вот насколько я понимаю, был бенефис. Будут еще какие-то сольные выступления, концерты, может быть? Ну, в принципе, конечно, я не могу сейчас сказать с точностью, какие концерты будут, потому что, видите ли, у нас не так-то просто поставить сольное выступление в филармонии, потому что очень много солистов, очень много коллективов, и все хотят выступать. Ну, насколько я понимаю, в юбилейный год сейчас основное внимание как раз идет к своим коллективам, к своим солистам. Ну, будем надеяться, что так оно и будет, потому что у меня, например, есть очень хорошая готовая программа с Еленой Поповской и с Мариной Якушевич, и нам довелось ее исполнить в Краеведческом музее. Очень нам хотелось бы повторить это на сцене филармонии, потому что это, на самом деле, хорошая программа с хорошей музыкой, музыкой сибирских композиторов и новосибирских композиторов. Вот, поэтому это было бы, я думаю, очень интересно для жителей нашего города в первую очередь, ну и вообще для всех любителей музыки. Ну, вообще, насколько я понимаю, немногие знают, что у нас в Новосибирске есть очень много хороших, талантливых композиторов. Наверное, как они и есть. Как они вас находят, как вы их находите, откуда берутся вот такие программы? Ой, это все, наверное, дело случая. Ну, конечно, музыканты, вращаясь в своем, так сказать, мире, друг с другом они общаются и знают о композиторах и композиторах об исполнителях. Но получилось так, что с одним из композиторов, с которым мы сотрудничаем плотно, с Ильей Александровым, нас в свое время познакомила солистка нашего же ансамбля Лариса Маликова, если вы знаете. Она сейчас в Германии живет. И вот с тех пор мы с ним, в принципе, неразлучны. Он пишет музыку, уже не первые вокальные произведения, написанные им. Мы исполняем с большим удовольствием я это делаю. А остальные композиторы, например, Сергей Кравцов, ныне живущий и работающий у нас в филармонии, у него замечательная музыка была совершенно написана не для меня, а, так сказать, в связи с другим совершенно поводом. Ну, так получилось, что она мне стала тоже интересной. И мы ее включили с Леной Поповской в этот концерт с большим удовольствием. Нисколько не жалеем об этом. Ну, вот насколько я понимаю, для артиста, который привык петь классику, мировые хиты, джаз, браться за какое-то произведение местного композитора, непонятно, как это воспримет публика, понравится ли ей это. Зачем вот такое просвещение, вот такая культурная миссия, если можно так сказать? Ну, я, честно говоря, не задавалась этим вопросом, даже потому, что музыка наших сибирских композиторов нисколько не уступает мировым стандартам, я бы сказала. Сюда же можно отнести романа Столлера, с которым наш ансамбль очень плотно сотрудничает. Ну, и, да, собственно говоря, я думаю, вы знаете, что в консерватории есть целая кафедра композиции, и композиторы, и студенты этой кафедры пишут великолепную музыку, на самом деле. Но вот почему она не популяризируется, вернее, не является столь популярной, я не знаю, это сложный вопрос, на самом деле. И мне очень интересно это делать, и я с большим удовольствием и с интересом пою ее, исполняю, и хочу, чтобы знали о ней как можно больше людей. Не только в Новосибирске, но и, может быть, и в стране, и в мире, если получится. Елена, ну вот на самом деле, может быть, проводили какие-нибудь соцопросы среди знакомых, да, которые приходили на ваши концерты, когда они слышат неизвестные им композиции, как они реагируют? Спрашиваете, какая понравилась? Ну, спрашиваю, безусловно. Для кого-то кажется что-то сложное, что-то, может быть, не так просто воспринимается с первого раза, но бывают попадания в десятку очень часто. Вот после последнего концерта ко мне подошел, например, артист нашей филармонии и сказал, ты не могла бы мне дать ноты вот этой вот песни, мне тоже хочется ее исполнить. Ну, это уже, в общем, как-то это уже хорошо. Признание коллег – это высшая степень похвалы. Ну, да, приятно, конечно. Но это не только признание, так сказать, моих заслуг, но и композиторы у нас пишут очень хорошо, на самом деле. Елена, насколько я понимаю, когда начало было творческого пути, было много разных коллективов, почему все-таки вокальный ансамбль Павла Шаромова? Почему на нем остановились? Потому что была же Инсула Магика, тоже очень интересный коллектив. Да, согласна, согласна. Ну, так получилось, наверное, что у каждого человека есть мечты, и эти мечты постепенно, если очень чего-то хотеть, то все сбывается, на самом деле. Учась еще в музыкальном колледже, тогда это было музыкальное училище, я очень хотела работать в камерном хоре филармонии. Поступив в консерваторию, я туда попала. Это было счастье, конечно, большое счастье. Потом с моим сокурсником, который сейчас опять же живет в Германии, он работал в ансамбле Инсула Магика. И мне стало очень интересно, что это там такое, что это за старинная музыка. Он меня туда позвал, я пошла и с удовольствием там работала, конечно. Это было здорово. А потом получилось так, что к тому времени, когда я работала в Инсуле Магике, ребята, которые работали у Павла Шарова, они уже стали самостоятельным коллективом. Сначала этот ансамбль существовал в рамках камерного хора. Они с Аркашей составляли одно целое, в принципе, потом разделились. И я была очень часто на их концертах, можно сказать, фанаткой была их коллектива. И у них были очень интересные проекты. Они тогда делали «Дидон Уэйней», «Пёрсел» оставили. И какие-то свои у них там были и духовные концерты они пели, и что-то там еще они пели. Я просто была в восторге. И, конечно, у меня зародилась мысль, как бы мне туда попасть. Ну как попасть, там всего пять человек, никак. Вот. И вот так сложились обстоятельства, что Лариса Маликова, к сожалению или к счастью, ну, в общем, она уехала на учебу, а потом и на постоянное местожильство в Германию. И Павел стал искать солистку. Он меня пригласил в качестве... Ну, на прослушивание я пришла, там другие были претенденты, естественно. Много было претендентов? Ну, я сейчас уже не помню, но были. Конечно, я думаю, что коллектив, в принципе... А сейчас, насколько я понимаю, коллектив тоже активно меняется. Да, сейчас коллектив меняется. И сейчас вы уже вроде как старичок. Ну, сейчас я уже, да, метр. Если можно так сказать, да, в кавычках. Метр. Так оно и есть. Вот. Попав туда, вот, с тех пор я там работаю и пока менять коллектив не собираюсь, потому что, ну, еще чувствую потенциал, который может быть, так сказать, использован и у меня, и у коллектива, а тем более, что вливается новая кровь. Искрометность какая-то появилась, живинка, как мне кажется. Ну, прежде всего, я хочу отметить, что они большие профессионалы обе. Вот, они прошли школу Маркеловых голосов, школу Игоря Тюваева, а это, я вам скажу, немало. Это серьезно. Это очень серьезно. Вот, поэтому они профессионалы со всех точек зрения, они очень быстро осваивают музыкальный материал, они читают с листа хорошо. Ну, короче говоря, по всем своим профессиональным музыкантским качествам они молодцы, работают на пятерку. Ну, вы других хвалите, вы себя похвалите. Себя похвалите? Ну, я-то молодец само собой, но мы еще пока не перешли. Как осваивать материал, как перестраиваться? Вот программа об амане, да, была великолепная. Да. Как удается? Ну, с трудом, что я могу сказать. Все вообще в этой жизни делается с трудом. Ну, браться за такие хиты не страшно? Страшно, страшно. Хотя, вы знаете, ну, я могу сказать о себе то, что я люблю разную стилевую музыку. Я люблю, вот начиная все от старинной музыки, ну, даже не можно брать, не брать репертуарную палитру, а просто мне нравится в жизни слушать самой очень разную музыку, начиная от старинной и заканчивая действительно джазом и, может быть, даже роком. Поэтому, с одной стороны, страшно, с другой стороны, интересно. И хочется все время что-то попробовать. Думаю, а вот тут-то вот так-то бы интересно, я бы смогла или нет. И, ну, пока все вроде как удавалось. Елена, скажите мне, вот на самом деле бытует такое мнение, что в филармонии обычно какое-то элитарное искусство такое вот для особо просвещенных, для знатоков музыки, которые действительно приходят наслаждаться, услышать что-то высокое. Ну, насколько я понимаю, Павел Шаромов, ваш коллектив, вы в том числе не боитесь браться и за популярные вещи. Это для привлечения людей или для чего это делается? Ну, в том числе, я думаю, для привлечения людей. Ну, что касается Павла, мне кажется, прежде всего, ему интересна эта музыка самому. И когда человеку интересно, он хочет заинтересовать этим других людей. Вот, я, в принципе, про себя могу сказать то же самое. А что касается репертуарной политики филармонии, я думаю, там есть разные концерты. Ну, вообще филармония сама по себе организация такая, конечно, но это на мой взгляд, я не могу утверждать это, так сказать, за других, в которой должны сочетаться как жанры, скажем, высокие такие, сложные какие-то. И в том числе должна присутствовать популярная музыка. Я согласна, что должна быть классика, должна быть популярная музыка, должны быть такие коллективы, как Силензиум. Ну, может быть, может быть, и Силензиум тоже. Ну, что, это интересно, и очень много молодежи. Согласна, согласна. Вот этот год для филармонии, он юбилейный. Должны ли быть какие-то концерты, может быть, акции, мероприятия по привлечению людей, чтобы вот любой человек мог, даже неподготовленный, зайти, послушать и остаться? Ну, я думаю, что, конечно, должны быть. Я думаю, они и есть, на самом деле. Ну, вот ваш коллектив что готовит? Расскажите. Ну, наш коллектив, я сейчас всех наших планов, честно говоря, даже не помню на год, но я могу сказать, что на октябрь месяц у нас будет очень хороший концерт. Золотая середина соблюдена на этом концерте между сложной музыкой и популярной музыкой. В первом отделении мы будем исполнять музыку, опять же, нашего новосибирского композитора Романа Столлера. У него есть такое произведение «Евангелие» на стихи Вильяма Блейка. Это довольно сложное, хотя и не то, чтобы на слух, но, в принципе, для восприятия. Это, может быть, не совсем обычная музыка, хотя она красивая, мелодичная. Я не пугаю. То есть народ и публика, который придет слушать эту музыку, я думаю, получит удовольствие. А во втором отделении мы будем исполнять симфоническим оркестром легкую, популярную, скажем так, джазовую музыку. И для тех, кому это ближе и для кого это интереснее, соответственно, получит удовольствие во втором отделении. Ну, совместят. Спасибо большое, Елена, что пришли и рассказали нам о творческих планах. Спасибо. А я напомню, что в студии у нас была Елена Забарская, солистка вокального ансамбля Павла Шаромова.